Не хотим знать дальше. Они хотят, чтобы мы здесь, те люди, которые спят, проснулись и поняли, что это касается всех. Россия – это богом данная страна, а все остальные. Америка – это вообще. Мне наплевать на эти санкции и на весь этот Запад наплевать. Жизнь человеческая всего дороже, и с нацизмом бороться, видно, это такая судьба России. Война с Европой, в общем-то, на носу. Меня, наверное, никак это не затронет. Экономическое положение в нашей стране и так весьма печальное. И будет трудно. Ничего, справимся. Чтобы как-то повлиять на войну, поэтому они так, можно сказать, душат нас. И все потом заново опять наладится, постепенно будут отменять эти санкции. Какие санкции ввели западные страны для России? Частично, да. Какие, например? Ограничение поставок всевозможнейших в России, медикаментов в том числе, насколько я понимаю. Просто я сотрудничаю с аптекой, да, и у них уже начинаются проблемы. Соответственно, население у нас так не очень здоровое. Будет еще больше проблем со здоровьем. Скажите, а почему вообще все западные страны, весь мир ввел эти санкции? Вы меня спрашиваете? Как вы думаете, почему они это сделали? Ну, я считаю, что Россия, конечно, очень неадекватно себя ведет в политическом плане. Я считаю, что то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, это вообще недопустимо. Совершенно. Я не ожидала таких поступков от наших. Как эти санкции коснутся лично вас и все экономическое положение нашей страны в целом? Наше экономическое положение в нашей стране и так весьма печальное было на сегодняшний момент. После происходящего, я думаю, что будет весьма очень плохо. Учитывая все санкции, которые будут происходить, они будут, скорее всего, как снежный ком нарастать, поскольку здравый смысл отсутствует напрочь в текущей ситуации в российском правительстве, мне так кажется. Поэтому ничего хорошего нас не ждет. Ну, там разные ограничения. Там что-то Мерседес не хочет у нас продавать свои машины, там другие компании. Apple. Ну, Apple, правда, один день они не открылись, а потом открылись и опять уже работают. Ну, по крайней мере, у нас в Москве это точно. Почему эти санкции ввели? Потому что мы в Донбасс вошли, чтобы освободить их от националистов украинских. Как эти санкции повлияют на вас лично и вообще на всю страну в целом? Никак. Ну, сейчас страна чуть поменьше будет зарабатывать. Может быть, мы там чуть меньше будем зарабатывать какое-то время. Может быть, там, допустим, операции со SWIFT, да? Ну, сейчас это же SWIFT, это передача данных об операции какой-то. Ну, если даже нас какие-то банки от этих, от SWIFT отключили, ну, просто это будет чуть дольше теперь и чуть трудоемкие. Но все равно они также будут операции выполняться и также будут идти. И со временем, я думаю, что через какое-то время, когда все это закончится, все поутихнет, они поймут, что они себе выстрелили в ногу, в одну, а потом во вторую. И все потом заново опять наладится, постепенно будут отменять эти санкции. Да. Какие? Ужасные. Запретили Facebook. Закрыли H&M, я очень разочарована. Я хотела купить кофточку. Закрыли Икею. Ну, не знаю, на мне пока что это не отразилось особо. Как вы думаете, а почему западные страны это сделали? Почему они ввели эти санкции? Скорее всего, чтобы россияне чувствовали себя некомфортно и чтобы это скорее прекратилось. Прекратилась что? Война. Рухнет экономика. Скорее всего, этого и добиваются. Потом будет хуже. Не до конца знаю, но слышал кое-что о них. А как вы думаете, а почему они это сделали? Ну, скорее всего, в ответ на наши действия на Украине. Я предполагаю, что, скорее всего, жить станет сложнее в течение какого-то периода времени. Но надеюсь, что скоро все уляжется. Знаем. Какие? Давай, Ангелина сейчас скажет. Давай. Ну, говори. Ну, говори. Во-первых, закрыли всю Европу для полета. Ну, почти всю, кроме Сербии, насколько я знаю. На айфоны, в МФИ. На чиновников наших ввели санкции. Против банков ввели. Закрыли, запретили проводить матчи у нас в России, ну и вообще все спортивные мероприятия. Также запретили нашим клубам играть в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Почему все западные страны ввели такие санкции против России? Чтобы как-то повлиять на войну, чтобы прекратили. Поэтому они так, можно сказать, душат нас везде. Как повлияют эти санкции на вас лично и на всю страну в целом? Айфон не сможем купить максимум, что, мне кажется, может нас повлиять. Ну, и не будем летать за границу. Ну, на рядовые граждане, наверное, так. Ну, будет тяжко первое время, но потом мы установимся. Ну, я думаю, после 2014 года уже. Ну, на нас особо не повлияло же как-то. Ну, я думаю, сейчас. В 2014 году не было таких санкций? Ну, в основном санкции же идут против наших чиновников, а не против наших. Как же и президент говорил, что он понимает, что, ну, именно народ наш, ну, никак не вязан в эту войну. Ну, а именно чиновники наши и верхушка власти, все. А как вы вообще поддерживаете введение санкций против чиновников, ареста их имущества, вилл, яхт за рубежом? Я не буду комментировать это. Знаете ли вы, какие санкции ввели западные страны в отношении России? Все самые ужасные санкции, чтобы устроить нам полную катастрофу здесь. Все знаем, ну, в смысле, конечно, мы читаем. Компании ушло с российского рынка и применены финансовые, экономические санкции по отношению к некоторым российским банкам и к финансовым инструментам типа Apple Pay, Google Pay и так далее. Как вы считаете, а почему западные страны их ввели? Есть несколько теорий, какие мы видим. Сейчас надолго будет, но вы потом можете порезать там, как хотите. Нажимаете, порезать не будем. Да, во-первых, понятно, что западные страны просто решили сделать такую отмену России. Да, то есть это сейчас классно и здорово для любой западной компании отменить Россию и наказать Россию чем только можно. Ну, в общем, это очевидно на волне хайпа и вот со всеми историями отмены последних лет это понятно. Да, это точно не первый пункт. Второй пункт, и он очень важный. Все Oracle, SAP, Microsoft и прочие компании по факту, предоставляя услуги российским компаниям, государственным органам, Министерству обороны поддерживают то, что мы делаем в Украине. То есть они своими продуктами, своими инструментами по-настоящему содействуют тому, что мы здесь творим. Ты прямо объясни, они помогают работать, тем самым выплачиваются налоги, на которые это все делается. Вот, ну и, наверное, они хотят, чтобы мы здесь, те люди, которые спят последние много лет, проснулись и поняли, что это касается всех. Я думаю, что схема такая примерно. Повлияют ли эти санкции как-то на вашу жизнь лично и вообще на экономическое положение дел в стране в целом? Что нас ждет? Да, мы в жопе. Ну, как бы коротко, да. Мы в жопе. Да, все и будем еще хуже. На нас лично повлияло. Наши портфели просели, наши рублевые инвестиции обесценились, наши запасы денег обесценились. Молоко завтра будет стоить 300, а зарабатывать мы будем столько же. Мы предприниматели, мы вообще, мы самая уязвимая группа людей в России. Мы малые предприниматели и мы медиа. То есть мы страдаем первыми. Все клиенты, которые у нас были на начало этого года и все потенциальные контракты сказали нам, простите, ребят, до свидания. Вот. И мы, у нас есть запасов денег на 2-3 месяца при условии того, что инфляция не съест их раньше, чем мы не съедим друг друга, наверное. Ну, то есть как-то вот так, да. Не планировали уехать из России? У нас была идея, ну, с одной стороны, мы не можем сидеть и молчать. Очень страшно, дико страшно прям, вот совсем очень страшно. Мы думаем про каждый день, воскресенье, ну, вот это все. С одной стороны, мы не можем сидеть и молчать. И, конечно, мы хотим что-то делать, выходить, ну, делать маленькие какие-то действия вообще совершать. С другой стороны, конечно, конечно, стрёмно, и мы хотели уехать. Мы думали про Армению, там, еще про что-то, но сегодня там все, всех развернули. Ну, короче, мы как бы, мы боимся, мы не знаем, что делать, но при этом что-то нужно делать. Начиная от политических, заканчивая экономическими санкциями против, санкциями, связанными с информационным давлением. Это уже не просто давление, это уже информационная война, по сути. Как вы думаете, почему эти страны ввели такие санкции? Вы мне задаете вопросы, на которые наше правительство отвечает уже много-много месяцев, если не лет. Ну, это все очевидно, по-моему, плюс исторический момент. Россия всегда была для Западной Европы, ну, мягко скажем, конкурентом, если не врагом. Как эти санкции вообще все скажется лично на вас и вообще на экономике страны? На всех, на всех, безусловно. Конечно, скажется, это очевидно. Ничего, переживем. Ну и что? Мы просто спрашиваем, знаете ли вы, какие эти санкции? Мне наплевать на эти санкции и на весь этот Запад наплевать. Пусть они сдохнут. Они 41-го, сколько людей поубивали. И сейчас поставляют сюда нам это свое вооружение, нас убивать. Пусть сдохнут. Знаете ли вы, какие санкции ввели западные страны для России? Частично. Какие, например? Но по моей тематике это по машинам, по БМВ, по несколько салонам, допустим. Ну, именно в автомобильном мире сейчас введены санкции. Вы вообще считаете, почему все западные страны эти санкции ввели? Ну, наверное, из-за ситуации сейчас вообще в принципе в стране, которая сейчас происходит с Россией, с Украиной. Но меня, наверное, никак это не затронет в принципе. Ну, нет, может частично затронет в некоторых затратах вообще, потому что цены повышаются из-за некоторых санкций. А в стране вот из-за людей, грубо говоря, низшего общества, ну, грубо говоря, где маленький заработок у людей, то их очень сильно это затронет. Не сказал, что я подробно знаю. Знаю, что очень много разных санкций. Но думаю, что жизнь человеческая всего дороже. И с нацизмом бороться, видно, это такая судьба России. И у меня очень много там знакомых, которые сейчас там находятся. И родственники. И я знаю, что это очень тяжело. Но боюсь, что могло бы быть хуже. Как вы считаете, а почему западные страны ввели эти санкции? Почему они это санкции? Ну, лично я считаю, и это видно по всему, что они абсолютно не субъектны, эти западные страны. Я думаю, это мое мнение. Что они не субъектны и управляют ими из-за океана. Как лично повлияют эти санкции на вас и на всю экономику нашей страны в целом? Посмотрим. Я хоть экономист, но повлиять могут очень тяжело. Наверное, нам будет тяжело, но не хуже, чем людям. Там на Донбассе было 8 лет. Слушайте, всякая ситуация должна когда-нибудь доводиться до абсурда. Так что это бред, бред и еще раз бред. Вы думаете, зачем они их вели? Вот для чего? Почему? За что? Ну, о чем вы говорите? Это все известно со старых древних времен. Неизвестно, чего, кому, чем. Короче, борьба за деньги, борьба за источники этих денег. Вот и все. Из-за сферы влияния они, естественно. Мы хотим быть везде, сказали они. Естественно, будет трудно. Ну, ничего, справимся. Пока нет, не слышу. Ну, приблизительно представляю, да. Но конкретно не знаю. А как вы думаете, что в них входит? Ну, удар по экономике России, это в целом, я думаю. А как вы считаете, почему их ввели? Потому что это политическая борьба международная. Повлияют ли они как-то на вашу жизнь и вообще на экономическую ситуацию страны и в целом? Я думаю, они повлияют на жизнь всех людей в мире, а не только на наши санкции и обратные санкции. Так что никому сейчас сладко не будет, я думаю. Не только нам. Нет, вы знаете, как-то не стараюсь в это вникать, потому что это так страшно. А как вы думаете, почему они вот занимаются введением санкций? Вот весь мир вводит санкции против России. Почему они это делают? Мы, потому что, наверное, как козь в горле. Из-за этого они стараются, лишь бы только было плохо нам. Как вы считаете, повлияют ли вот санкции эти на вашу жизнь и вообще на экономическую ситуацию в стране в целом? Ну, я думаю, что на экономическую ситуацию повлияет, а на жизнь-то, ну, вот лично на мою, я могу сказать, что, ну, не особо, наверное. Девушка, извините, я на камеру уже не хочу говорить ничего. Нет. Вы ничего об этом не знаете? Не хотим знать даже. Не хотите или не знаете? Не хотим, знаете, не знаем. И не знаем. Знаете ли вы, какие санкции ввели западные страны в отношении России? Знаем. Какие? Магазины позакрывались. Карты нельзя во многих магазинах оплачивать. Ну, все, остальное мне не надо. Как вы думаете, почему западные страны это сделали? Слушай, завидуют нам. Зависть? Мое мнение, да. За страну не могу ответить, а мне без разницы. Типа, а по карте, ну, типа, телефон прикладывать нельзя, так у меня пластиковая карта есть. Да там много санкций, перечислять их. Ну, почти все. Европу нас отсоединили. А как вы считаете, почему они это сделали? Почему? Ну, сейчас дело идет, война с Европой, в общем-то, на носу. А кто хочет воевать? Ну, Европа. Вот она сейчас будет поддерживать Украину. С овенением вот это экономическое, она будет перерастет. А как вы считаете, повлияют ли эти санкции как-то на вашу жизнь и на все экономическое положение дела? Ну, это на всех, на всех повлияет. Извините, автобус. Ну, я знаю, что не будет участия в Олимпийских играх паралимпийцев. А так, в общем-то, я мало что знаю, мне некогда, потому что я все время на работе нахожусь. А почему они их вводят? Ну, из-за Крыма, наверное. Скорее всего, из-за Крыма. Коснутся ли эти санкции вас лично и вообще все экономическое положение дела в стране в целом? Ну, конечно, это повлияет. Конечно, повлияет. Ну, на Росцен там все. Но я думаю, что вернется все опять, как говорится, в норму. Ну, и что хотите вы с этим сказать? Мы хотим понять, знаете ли вы вообще, что их вели, какие вели? А вы знаете, что у меня знакомых убили на Донбассе? Вот и тварей этих давным-давно надо было убить. Скажите, а почему они вообще санкции? А почему? Потому что они твари. А как эти санкции нас затронут вот с вами? Россия – это богом данная страна, а все остальные. Америка – это вообще сборище алкоголиков, наркоманов, бандитов, которые со всей Европы слетели сюда. И коренное население убили, если вы историю учили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова